по совету наших экспертов мы решили встретиться лично с николаем гоголя чтобы задать ему все те вопросы с которыми жители уже давно к нему обращаются сегодня мы постараемся пробраться штаб-квартиру николая гоголя и пообщаться с ним лично чтобы попробовать узнать что на самом деле он думает по поводу всей этой ситуации и как он видит всю эту историю со своей стороны ярослав ольпин всероссийское общество охраны природы это вот мой коллега александр проводим небольшую инспекцию экологическую по поводу реки синичка по поводу состояния экологические проблемы слышит ли он людей готов ли он реагировать на их просьбы и чем он вообще руководствуется в своей работе возводя в том числе коттеджные поселки в красногорске их идея чтобы не чтобы не было строительства вообще то есть отберите землю постройте нам парк ну так не бывает люди знают что верить уже смысла нет люди знают что береговые полосы по обеим сторонам от деревни уже незаконно перекрыты также мы заявляли до что здесь на лицо махинации с определением длины реки синички нас уже поддержала прокуратура московской области то есть мы как бы пока не ошибаемся данных о длине речки и установленной береговой полосе не было соответственно мы заказали данную работу специализированной компании обладающей лицензией росми дороги рос гидромета которая провела работу и установила определила границы береговой и санитарно-защитной полосы судить о том правильно и неправильно ну наверное мы не имеем права есть судебные органы которые говорят правильно это было сделано или не про прокуратура говорит неправильно но прокуратура это несут во избежание в избежание там приватолку мы приняли решение что мы до закажем работу и в весенний весенний летний период попросим чтобы провели до исследования до дабы снять эти вопросы потом да 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 тогда скажите пожалуйста просто прокомментируйте как тогда застройщик определяет свою позицию при том что всем нам известно что 20 лет этот берег люди пытались сохранить в качестве парковой зоны люди единогласно голосовали за то чтобы оставить этот берег в качестве парковой зоны исключить здесь жилую застройку вот дома стоят вот дома стоят то есть линия первых домов которая выходит ну конечно им этим соседям 88 домов но не хочется что было строить никому не хочется что было строить здесь понятно что идет столкновение интересов соответственно застройщика свои интересы местные жители свои интересы и безусловно застройщик готов обсуждать какие преимущества местные жители получат от данной застройки на это вот в том числе благоустроенная береговая полоса зона рекреации планируется создание зоны операции за риском невзирая на то что граница береговой полосы находится в 5 метрах к категории данной речки нами в проектом предусмотрена организации прогулочной набережной в границах не менее 20 метров поэтому вся оставшаяся полоса она будет обустроена общедоступная и публичная она будет передана муниципальному образованию для эксплуатации если какие-то юридически обязывающие документы на благоустройство конкретно в пределах береговой полосы 20 метров на протяжении всего вот этого берега на сегодняшний нет наших многочисленных встречах мы пытались донести что прогулочная зона которую как они считают что ее не будет она будет она сформирована она предусмотрена проектом планировки началась разработка есть компания которая начала разработку проекта благоустройства береговой полосы вдоль застройки между зеркалом воды и застройкой вот соответственно который будет вынесен на суждение администрации жителям этого до пунктир санитарно-защитной зоны который 50 метров по мнению жителей убеждению что в этой зоне нельзя строительство но на самом деле строительство не допускается только в береговой границе береговой полосы по нашим данным возведение среднеэтажных жилых домов по нормативам градостроительной московской области запрещено ближе чем по моему в 100 метрах или 120 метрах от существующей жилой застройки не помню какой пункт есть исключение то есть если жилая застройка была согласована ее высотность в частности до до 19 года когда этот документ был условно вот у нас и вопрос согласовано одобрены или утверждена вот это вот вопрос вены самая четко написано согласовано без этих пунктов архитура не могла вообще принципе утвердить мы вынесем на обсуждение презентацию эскизного эскизной части проекта привлечем к этому обсуждению в том числе и жителей и администрацию красногорского района готовы будем выслушать здоровое замечание или пожелание и учесть будущие покупатели покупают дом и участок под дом соответственно они прекрасно представляют что территория общедоступная вдоль реки и здесь могут находиться все измительно люди тоже смогут гулять измительно из нет пропускные истории где будут только на одном только здесь верим которые тоже верим которые ну ну возможно но тоже верим то есть это нигде не будет тоже отображаться что доступ будет для всех без пропускной на то есть на той дамбе и на этой дамбе но мы не имеем права закрыть эти доступы этот доступ будет организован для для всех желающих хоть сметину хоть для всех находящихся в этой зоне людей в рамках нашего выезда инспектора всероссийского общества охраны природы также берут лабораторные пробы вот этих вот стоков которые днями и ночами стекают в реку синичку по цвету и запаху они напоминают обыкновенную канализацию что собственно подтверждает слова местных жителей канализация со слов специалистов центральная засорена основная магистраль да там действительно забит проходной коллектор где-то на половину соответственно при максимальном наполнении стоков он не справляется были случаи да так почему же застройщикам не взять на себя решение этой проблемы не прочистить и не отремонтировать канализацию который каждый день загаживает эту реку мы понимаем что с реализации данного проекта объем приемных стоков он будет увеличен дабы не допустить как бы вот какую-то проблему мы ее реализовываем мы на себя взяли как не это дополнительно наша финансовая нагрузка в том числе по стоимости работ есть понимает его вот эти работа финансирования этих работ это около 30 35 миллионов рублей на минуточку в общем значит подводя итоги что несмотря на вот это вот активная активный протест всех жителей несмотря там на сотни обращений губернатора и прочее все идет своим чередом и в течение там полутора месяцев вы приступите к стройке получив разрешение на строительство и начнете продажи на строительство мы приступим к стройке данное строительство будет вестись там в среднем до трех лет работы по набережной будут закончены немножко раньше потому что мы благоустройство набережной включаем включим в реализацию первой очереди первую очередь то есть вместе с малой этажкой будет реализовано благоустройство набережной я думаю что в 2023 году будет первая часть какая-то реализована 23 вся набережная будет за ладно продолжим искать истину а а Продолжение следует...